Ребята, всем привет! Многие из вас видели, наверное, эти видео на YouTube, в TikTok, где показывают, как нужно правильно поставить коробку на паркинг, что вы когда приезжаете, вот, например, на драйве, вы приехали, скажем, да, на парковку, прежде чем поставить паркинг, вы же поставите вначале нейтралку, затяните ручник, отпустите тормоз и потом поставьте паркинг, и у вас та коробка прослужит намного дольше. То есть, ребята, в этом есть смысл, я об этом снимал видео еще бог знает когда, когда вы машину ставите на горке, на уклоне, либо вниз, либо вверх, в этом есть смысл, и то не на каждой машине, потому что есть, скажем, тормоза сзади барабанные, есть дисковые, и где-то зад у машины, когда вы на горке ставите, когда вы ставите ручник, усаживается, а где-то не усаживается, и где-то на каких-то машинах в нейтралку вообще нет смысла сбрасывать, вот эти вот танцы с бубнами. И ко мне приходят также ученики, и они, когда урок мы там заканчиваем, либо они там, бывает, тоже вспоминают за это видео, они говорят, ой, покажите же мне, как правильно нужно поставить на паркинг, там же надо что-то там на нейтралку, что-то там ручник как-то. То есть, если вы приезжаете, вот как я сейчас на парковке супермаркета, дорога ровная, вы просто приезжаете на драйве, поставите паркинг, и ручник можете затянуть, можете не затянуть, то есть уже по желанию, потому что давления на коробку уже нет, его ноль, поэтому нет смысла это делать. А люди так показывают еще в видео, что, а вы знаете, как правильно нужно ставить машину на паркинг, а вот если вы будете вот так делать, вы поняли, и люди думают, что так и надо. То есть, смотрите, если вы ставите машину на горке, на уклоне, вниз-вверх, да, в этом смыслом есть. Я вам просто расскажу, чтобы вы понимали, почему, почему так придумали вот этот вообще момент, да, и это придумали у нас, скажем, наши люди, чтобы поберечь, скажем, коробку, продлить срок службы. Смотрите, когда вы ставите паркинг, там есть такой зуб, который блокирует коробку, я вам картинку выведу на экран, внутрянку коробки, там есть зуб, он физическим путем, прямо вот так, механически, клац, и блокирует коробку. Если машина стоит на горке, то моя машина, например, весит полторы тонны, и вот полторы тонны будет держать этот зуб, этот паркинг. Если вы приедете на горку и только поставите паркинг без ручника, прикиньте, вот этот вес, вес держит один этот штыречек, если он, не дай бог, выломает его, машина просто покатится дальше. Плюс у вас коробка, понятное дело, ну, этот штырек там упадет, в шестеренки, короче, вам придется лучше попали на ремонт коробки, это будет очень дорого, минимум штука баксов. Поэтому люди придумали как, когда вы приезжаете на горке, вы на драйве приехали, на горку встали, вы скидываете в нейтралку, если у вас задние тормоза барабанные, и зад у вас усаживается, когда вы ручник затягиваете, вот вы ручник затянули, тормоз отпустили, у вас зад сел, тогда есть смысл скинуть в нейтралку, что я сейчас и сделал, скинул в нейтралку, затянул ручник, и потом паркинг. Потому что, когда я стою на горке, поняли, весь вес взял на себя ручник, а паркинг я поставил уже мягенько, на него давление вообще ноль, весь вес держит ручник на горке. Если вы, к примеру, ну это хоть вниз, хоть вверх, у меня, к примеру, автомобиль усадку такую не делает, у меня дисковые тормоза, я когда приезжаю на парковку, вот я приезжаю в горах, хоть вниз, хоть вверх, приехал, встал, я просто ставлю паркинг, не отпуская тормоз, затягиваю ручник, отпуская тормоз, и машина просто стоит. И нагрузки на вот этот зуб блокировочный тоже нет Поэтому не на всех машинах И это все не под одну гребенку То есть, я же говорю, есть смысл Только если вы стоите на горке Я в основном случае стою на парковке Сейчас ровная дорога Если я снимаю ручники, ставлю просто на паркинг Я сейчас выйду, потолкаю рукой машину Она будет так чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад кататься Смотрите, машина стоит на паркинге Без ручника Если я сейчас дверь закрою Упрусь рукой, смотрите, на колесо Видите, я ее рукой просто легко толкаю Видно, надеюсь, не видно Видите, она шатается вперед-назад Нагрузки на вот этот, вы поняли Штырек вот этот вот паркинг вообще ноль То есть, у вас, я же показывал только что Рукой вы шатаете машину То есть, нагрузки на этот зуб нет То есть, в этом имеет, опять же таки, еще раз скажу Смысл, только если вот вы понимаете, что на этот зуб будет давить Стали на комнату, это даже бывает бугре Вот просто не то, что там уклон Дорога вроде ровная, но чувствуете, что Отпускаете тормоз, машина пытается катиться назад Тогда да, можно поставить ручничок, потом поставить паркинг Если у вас зад сильно усаживается Опять же таки, если эта горка минимально крутая Просто минимально, ну как поняли Маленький какой-то бугорочек Вы когда ручник затянете, и у вас даже барабан и тормоза У вас машина вот так не усадится Она на ровной стоит, что и усаживаться Вы себе можете просто затянуть ручник И просто поставить паркинг, все Причем, ребята, прежде чем снять это видео Я заехал к ребятам, которые занимаются коробками автомат То есть, они их чинят, разбирают, собирают, скажем Да, то есть, кому никаким лучше знать, как пользоваться коробкой Я им тоже рассказываю, что вот это вот, как правильно поставить Ну мало ли, может я что-то не знаю, недопонимаю Может так надо, говорю Что вот вы приехали, прежде чем поставить паркинг Надо вот так делать Что вы приехали на драйве Ставите нейтралку, затягиваете ручник Отпускаете тормоз, потом ставите паркинг Надо так делать Они на меня вдвоем, там два парня вот так смотрят Как на дебила Говорят, нахрена Говорят, ну да, ты можешь так сделать Но от этого коробки не хуже, не лучше На горке, да, в этом есть смысл А если ты на ровную приехал Ну просто поставь паркинг и все Заглуши движок, иди Вот так они мне говорят То есть, ну вообще по правилам Если книжку по эксплуатации прочитать Там написано, что вы должны поставить паркинг Ну вы приехали, скажем, на парковку, на стоянку Вы поставили паркинг и затянули ручник Но у нас многие ручник не затягивают Потому что может зимой примерзнуть колодки Причем у меня у знакомого Он не то что зимой Был случай, у него барабаны были тормоза Он затянул ручник, это была осень У него неделя машина постояла У него одно колесо не отпускала колодка То есть она там то ли приржавела, то ли прикипела То ли фиг его знать, что с ней было Но очень факт того, что он ручник снимал А колодку не отпускала Так это даже не зима была Поэтому я лично, если оставляю машину на ровной дороге надолго Я ставлю просто на паркинг без ручника Ну чтобы, скажем, колодки не примерзли Не прикипели, троса там нигде, скажем, не заклинила И так далее, чтобы я утром по-любому уехал Точно так же все машины, которые стоят на механике На механической коробке передач Все ставят, ну, 90% водителей Они ставят на первую передачу Ну выжили сцепление, поставили первую Отпустили сцепление И машина стоит на первой передаче на ровной дороге Никуда она не уедет Тоже троса не прикипят, не примерзнут и так далее То есть 90% так оставляют машину Ну и также, ребята, если вы поставили в таком, скажем, щадящем режиме машину на горке Да, на уклон хоть низ, хоть вверх Затянули ручник, поставили паркинг Вы же потом правильно и снимите Потому что видосов, как правильно снять, тоже нет Чтобы вы не пришли, не сели в машину Сняли ручник Тормоз на ногой вы не держите Она у вас в горке скатилась и села на паркинг И в этом смысл весь потерялся Все равно пошло давление на этот зуб То есть прежде чем снять ручник Вы должны запустить движок Чтобы у вас заработал вакуумник тормозов То есть грубо говоря, ну для по-простому Появился гидроусилитель тормозов у вас Чтобы у вас заработала машина Ногой на тормоз нажали Потом у вас два варианта Либо вы снимаете ручник и ставите драйв При этом вы держите, понятно, уже тормоз хорошо Либо Либо вы ставите сразу Вот вы запустили движок, ногой на тормоз Ставите драйв И потом снимаете ручник и потом едете Ну хоть так, хоть так Смотрите, с другого ракурса вам покажу Вы на горке стоите, паркинг стоит, ручник у вас стоит, садитесь в машину, запускаете движок. Движок заработал, нога, понятно, на тормоз, поставили ногу на тормоз. И тут уже разницы не будет. Либо вы поставите драйв и снимете ручник, либо вы наоборот, скажем, да, снимете ручник. Нога-то у вас на тормозе стоит, вы держите хорошо. Поставили драйв, показали, скажем, поворотник, ну и поехали дальше. И когда вы понимаете, как оно все работает, у вас и появляются разные способы. Ключевое здесь, это прежде чем вы отпустите тормоз, вы затяните ручник на горке, чтобы вы поберегли коробку. Вот это самое главное. А там уже в нейтралку скидывать вы будете, не будете, это уже такое, скажем, да, я же говорю, если зад сильно усаживается, есть смысл. Если не усаживается, смысла нет. В общем, я вам тут понарассказывал уже, может кто-то уже и запутался новичок, да, какой-то, да. Смотрите, ребята, по-простому, если у вас зад не усаживается, вы приезжаете на горку, у вас зад не усаживается, да, вот нет тут этой усадки. Вы просто приезжаете, на драйве вы приехали на горку, встали, просто поставили паркинг, затянули ручник и потом только в конце отпустили тормоз. Все, и ничего не придумайте. Если у вас все-таки барабаны и тормоза зад усаживаются, вот, я показываю опять же таки, вы приехали на драйве, на горку, вы знаете, что у вас зад усаживается. Ну, в этом смысле тогда еще есть поставить нейтралку, затянуть ручник, отпустить тормоз, чтобы у вас зад сел и только потом поставить паркинг. Все, давления на коробку не будет. Вот вам два варианта. Снимаете коробку, ну, вот, вы начинаете ехать, вы пришли, ключи в руках, ставили ключ, запустили движок. Тут, я же говорю, два варианта, вы можете использовать один. Запустили движок, ногу на тормоз, поставили драйв, сняли ручник, поворотник и поехали. Все, понятно, ребята, по-простому, грубо говоря, что вы уже там не путались. Ну, в общем, ребята, надеюсь, информация пригодится. Не все под одну гребенку, потому что вы там ютуба насмотритесь, потом думаете, что надо везде так делать. На ровной дороге машина стоит, просто поставили паркинг, вообще не заморачивайте голову. Можете ручник затянуть, можете нет. Ребята на СТО тоже сказали, что это бред, через эту нейтралку скидывать на ровной дороге, в этом смысла нет. Ну, в общем, если информация пригодилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока.